уважаемые весы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро с вами ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 22 по 28 ноября включительно что вас ждет в этот период информация общего характера расклад подойдет как женщинам так и мужчинам поэтому я вас всех без исключения приглашаю к своему столу по каждой карте я стараюсь давать максимум из того что я вижу так как расплату общие а вы для себя берете только то что подходит именно вам вы можете смотреть это таро прогноз как по своему основному знаку зодиака также и по асценденту и то и другое правильно таким образом у вас будет больше информации для анализа события этой неделе я рассматриваю в общем основные ее моменты связанные с работой карьерой внешним миром взаимоотношения с другими людьми также рассмотрим и ваши финансы возможные вложения кредиты или долги у тех у кого такие есть вашу личную жизнь тоже не оставим без внимания и те кто в паре и те кто остается в свободном поиске постараемся рассмотреть скрытые факторы и посмотрим чем для вас эта неделя завершится также я обязательно возьму для вас карту основного совета на этот период и традиционно вы можете западать картам один вопрос желания вы на него обязательно получите ответ да или нет но в конце чтения основного вашего расклада карту которую я достану произвольном порядке после основной выкладки всех карт которые будут являться последней и ответит на ваш заветный вопрос она будет не только ответом но и своего рода подсказкой в отношении вашего вопроса поэтому сейчас подумайте о своем желании колода настраивается именно на вас на ваше энергетическое поле кому нужно больше времени ставьте на паузу а я продолжаю и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые весы все карты перед вами и я приступаю к чтению вашего расклада ваш расклад начался с карты старшего аркана луны это говорит о том что уже в начале этого периода очень много переживаний и волнений в большей степени они касаются вашей семьи чего-то личного вашего собственного дома эта карта может показывать ваши внутренние страхи и сомнения но в то же время и огромную гиперчувствительность интуитивность поэтому если смотрит меня женщина эта карта хороша для вас и она говорит о том что вы должны прислушиваться к своему внутреннему голосу стараться его не игнорировать конечно эта карта может говорить о том что в вашем ближайшем окружении могут быть люди которые каким-то образом пытаются вас либо использовать либо вводить в заблуждение с какими-то своими целями и все это вы подсознательно чувствуете эта карта может показывать любые родовые сложности связанные с кем-то из вашей родни и также переживания за кого-то для многих из вас в течение последнего месяца была неясность и эта карта говорит о том что вы переживаете о том что вот эта неясность и в делах и в личной жизни будет затягиваться общий запас энергии очень слабенький почему потому что вы постоянно на нервах вы в постоянных переживаниях и это вас истощает конечно эта карта может показывать и энергетический вампиризм тех людей которые рядышком с вами возможно именно поэтому кто-то чувствует себя не очень но давайте посмотрим основные события всей этой недели что же войдет в вашу жизнь и на основные события для вас выпала довольно таки благоприятная карта это тройка чаш она говорит о том что несмотря на то что есть волнение переживания будут и приятные моменты этом с вами есть люди которые вас любят это может быть кто-то из друзей это может быть кто-то из близких тройка чаш может говорить о любой радости о встрече с кем-то о приятных переговорах о приятном общении но если говорить о личных отношениях для тех кто встречается или для тех кто в отношениях я вижу что здесь есть недоверие в паре карты могут показывать страх измен ревность и с вами действительно кто-то может пытаться конкурировать при том если смотрят меня женщины милые женщины обратите внимание на своих самых ближайших подруг потому что под картой луны это та женщина которую вы скорее всего хорошо знаете может и быть той самой вашей конкуренткой поэтому не стоит очень доверять всем своим близким друзьям почему потому что вам в глаза улыбаются но под картой луны много они показывают либо карты могут говорить о зависти о лицемерии кто-то из вас пытается переключиться обе первые карты могут говорить о пристрастии к алкоголю для того чтобы переключить свое сознание и в вашем ближайшем окружении могут быть люди которые внушают вам ложные идеалы не обязательно что это ваши вредные привычки может быть вашем ближайшем окружении кто-то злоупотребляет алкоголем но это дурно может сказываться и на вас и перейдем к центральной карте вашего расклада в центр расклада выпала карта папы конечно с одной стороны эта карта говорит о покровительстве высших сил с другой стороны может показывать ваши огромные заблуждения по поводу чего-то важного данной колоде эта карта показывает человека который как раз и внушает вот эти самые ложные идеалы кому то поэтому у вас могут быть такие учителя которые учат вас как-то неправильно дают вам неправильные советы возможно вы сами в чем-то заблуждаетесь не исключу что в жизни кого-то из вас присутствует магия так как карта луны 1 который начался расклад может говорить о магических воздействиях на вас на вашу семью и заканчивается ваш расклад карта верховной жрицы карта тайного и эта карта также может показывать женщину владеющую определенными практиками возможно если меня смотрит женщины весы кто-то из вас увлекается магическими практиками самостоятельно пытаете что-то изучать или делать но карты говорят о том что либо у вас недостаточно опыта либо недостаточно знаний важно чтобы вы не навредили себе возможно кто-то будет обращаться к людям которые владеют магией для того чтобы что-то подкорректировать своей собственной жизни потому что вот эти две карты могут показывать двух человек которые вам дают определенные советы и или вы обращаетесь кому-то за помощью перейдем к нашим семейным парам и посмотрим что у вас для вас выпала карта пятерки чаш и карта старшего аркана умеренности карта умеренности выпала на вашего партнера и говорит о том что возможно ваша второй половинки во внешнем мире есть какие-то затруднения касающиеся дел или работы то есть и вы и ваш партнер из этого можете находиться в определенных ограничениях прежде всего финансовых эта карта говорит о том что в этом периоде нужно постараться немножечко сэкономить деньги придержать а не потратить если говорить лично о вас в этих отношениях очень много душевной боли душевного страдания разочарования из-за бытовых моментов у вас могут опускаться руки могут опускаться руки из-за имущественных моментов я вижу что ваш партнер или партнерша старается искать баланс в этих отношениях по крайней мере не хочет с вами в этом периоде ругаться но вы все равно обижаетесь вы не можете что-то простить из того что было ранее но это те отношения которые можно сохранить я вижу в вашем подсознании огромную душевную боль если меня смотрят женщины то ваш мужчина хотел бы вас удивить чем-то подарком финансами но возможно у него пока что-то не получается если вы пытаетесь чему-то учиться а карты могут говорить о том что в доме вы что-то изучаете из-за бытовых моментов вы не можете сосредоточиться на образовании и карта умеренности говорит о том что несмотря на то что у вас есть определенная база знаний и и недостаточно и что-то нужно изучать более глубоко и детально вам где-то тяжело идти на уступки своему партнеру я это вижу но постарайтесь потому что карты говорят о том что вы в этом периоде не должны ругаться должны друг друга в чем-то поддержать и вот эта карта пятерки чаш в вашем случае говорит о том что вы многое сами способны поменять но в силу своих обид вы как будто бы не видите выхода и давайте перейдем к нашим свободным весам посмотрим что у вас для вас выпла карта девятки мечей карта девятки чаш две подряд девятки и карта королевы монет первая девятка тоже может говорить и о болезненном состоянии и о том что что-то не получается и ограничениях из внешнего мира но я вижу что рядом с вами есть в отношении вас очень преданный друг или человек хотя бы один тот человек на которого вы можете рассчитывать и девятка чаш говорит о радости благодаря вот этому общению у многих что-то постепенно будет налаживаться в работе потому что карта королевы монет это прежде всего финансовая карта поэтому если смотрят меня свободные женщины весы вы сможете неплохо заработать улучшить свои доходы что-то вывести в делах на новый уровень для мужчин весов в делах и в работе что-то может зависеть от женщины возможно женщины исходят интересные предложения касательно заработка и девятка чаш может предполагать приятные моменты вашей жизни встречу с друзьями приятные переговоры успешные с одной стороны напряжение с другой стороны возможность отдохнуть и расслабиться для тех кто работает у вас будет оставаться время и на отдых и на работу даже если вы испытывали не недомогания по здоровью вот эта карта может говорить о любого рода недомоганиях девятка чаш говорит о том что кто-то вас поддерживает вы идете на поправку и здесь карты говорят о том что у вас очень много внутренних страхов с которыми вам не всегда легко справляться если говорить о личной жизни девятка чаш может предполагать знакомства общения переписку то что вас кто-то куда-то приглашает или вы кого-то приглашаете на свидание вы можете устроить свою личную жизнь если говорить о женщинах вы основное свое внимание акцентируете на работе но при этом вам хочется хорошо выглядеть вам хочется чтоб на вас обращали внимание мужчины и такое внимание у вас будет поэтому личная жизнь ваших руках и те кто на сегодняшний день встречается отношения зависят от женщины именно женщина выбирает и женщина хозяйка положения если говорить о мужчинах весах может быть и нравится вам какая-то определенная женщина но та женщина которая вам может нравиться любит подарки любит отдых и всего этого будет от вас ждать вернемся центральной карте вашего расклада так как эта карта кармических задач и карта папы может говорить о том что вы не должны терять веру не в себя не в свои возможности если говорить о женщинах то скорее всего в помощь вам придет мужское лицо или от мужчины что-то может зависеть эта карта может показывать для вас человека духовного проводника или наставника но в то же время это может быть и любой чиновник с помощью которого вы решаете какие-то вопросы связанные с бумагами или документами давайте все таки возьмем дополнительные карты для тех кто в поиски работы и для тех кто уже работает для тех кто работает возьмем дополнительную карту для вас для вас свой плакат а двойки чаш эта карта партнерства содружества удачных сделок это что с кем-то текущие вопросы вы можете обсудить возьмем для вас еще одну дополнительную карту карта старшего аркана смерти предполагает то что что-то в рабочих позициях нужно менять и менять радикально карты говорят о том что у вас нет должного развития возможно кому-то стоит подумать о том чтобы сменить сферу деятельности возможно то чем вы занимаетесь в данном периоде не совсем ваша но перемен я вижу вы боитесь вы боитесь что-то поменять на сегодняшний день и карта двойки монет говорит о том что деньги поступают но финансов очень мало их недостаточно и давайте возьмем карту для тех кто в поиске работы для вас выпала карта пажа мечей она может говорить о том что у вас недостаточно информации продолжайте искать эта карта может говорить о том что возможно и недостаточно знаний если вы хотите попасть в определенную сферу рабочую и по пажу мечей может быть вам нужно еще чему-то подучиться а также эта карта может говорить о любых помехах в этом периоде отказах у вас очень много амбиции связанных с работой будущей но пока больше ответ нет чем да по поводу поиска работы перейдем в дом ваших финансов возможных вложений долгов и кредитов и в этот дом выпала карта пятерки жезлов даже для тех кто работает эта карта может говорить о том что заработки даются вам очень нелегко возможно вы находитесь в состоянии жесткой конкуренции потому что эта карта всегда говорит о конкурентной борьбе эта карта также может говорить о том что из-за денег у вас кем-то могут быть споры если кто-то должен деньги вам вы их по факту не можете забрать вам придется ругаться придется выяснять отношения если вы кому-то должны вам тоже будут об этом напоминать если ваши деньги напрямую зависят от работы у вас есть основная занятость то эта карта может показывать рабочие споры но связанные с финансированием доходами либо с тем кто сколько имеет не самое благоприятное время для того чтобы оформлять кредиты или брать у кого-то в долг конечно же и сами никому ничего не одалживайте даже если у вас кто-то слезно просит не самый лучший период для крупных вложений потому что эта карта может предвещать потери но на внешний мир для вас выпала замечательная карта старшего аркана солнышко и она говорит о том что ваша ситуация все-таки будет выравниваться у многих из вас могут появиться дополнительные возможности в работе в делах то есть возможно вам будет кто-то что-то предлагать возможно вас лично озарит определенная идея которую вы захотите развивать но эта карта говорит о том что вы свои финансы можете поднять эта карта показывает ваши огромные амбиции и желание чего-то добиться в этой жизни но все это дается вам не просто рядышком с вот этой картой карта солнышко может говорить о том что неожиданно вас кто-то порадует либо из ваших друзей либо из ваших родственников откуда так вам идет помощь и несмотря на то что кто-то сознательно создает помехи есть эти люди которые помогают и давайте перейдем скрытые факторы и рассмотрим события которые могут происходить уже с 28 ноября то есть начало декабря мы видим карту тройки жезлов карту старшего аркана повешенного и карту королевы чаш карта тройки жезлов говорит о том что многие из вас не будут сидеть на месте то есть вы пытаетесь что-то в своей жизни менять вы пытаетесь развиваться вы пытаетесь с кем-то общаться это карта огромных коммуникаций в том числе возможно переписка или переговоры с людьми на расстоянии телефонные звонки интернет у кого-то могут быть зарубежные партнеры либо эта карта может говорить о том что вы с кем-то на расстоянии и для вас важна обратная связь я так полагаю что вопросами номер один по-прежнему в начале декабря месяца будет оставаться все то что связано с работой карьерой и для кого-то с официальными моментами когда вам нужно на руки получить определенные бумаги или уведомления но карта повешенного говорит о том что что-то тормозится или что-то не получается сразу и несмотря на то что вы пытаетесь двигаться вперед есть определенные блоки которые вы не можете обойти чего-то вам приходится ждать снова что-то подвисает но даже в состоянии ограничений я вижу многие из вас ищут выход мы здесь видим непростого повешенного эта карта показывает падшего ангела ангела который понимает что падает но пытается что-то в самом полете изменить и в какой-то степени эта карта показывает очень огромную силу воли желание выжить желание кому-то что-то доказать и желание все-таки что-то в своей жизни изменить и по королеве чаш если говорить о женщинах многим из вас удастся выйти из вот этого самого тупика то что я вижу по картам то у многих из вас что-то может тормозиться еще до ближайших двух недель то есть есть скорее всего какой-то важный для вас вопрос который пока просто сложно решить он будет он разрешится со временем но если говорить о мужчинах то вам скорее всего понадобится женская помощь или женская поддержка или вам нужно будет прислушаться к совету женщины и это доказывает карта которая выпала на завершение вашего расклада карта верховной жрицы карта женской интуиции если говорить о завершении этого периода многие вопросы остаются нерешенными даже эта карта может говорить о рассуждениях о жизни о анализе о вашей двойственности они уверенности в чем-то эта карта может показывать сбор информации но больше бездействия чем действия а это говорит о том что выходные могут быть пассивными вам захочется больше отдохнуть побыть одному или одной эта карта говорит о том что вы пытаетесь предугадать или распланировать свое будущее но в то же время по-прежнему не все от вас зависит то есть над вами могут давлечь и внешние факторы и еще какие-то обстоятельства которых вы пока не видите эта карта может показывать все тайное непроявленное то есть далеко не все на сегодняшний день открыта вашему взору эта карта может показывать и ваши собственные тайны которые вы бережно храните в своей душе в особенности если говорить о женщинах вас могут интересовать тайны других людей кто-то из вас по этой карте может увлекаться философией тайными практиками медициной если говорить о женщинах чем бы вы не занимались чем бы вы не увлекались однозначно у вас есть способности которые нужно развивать и давайте посмотрим на карту основного совета для женщин и для мужчин для вас выпала карта тройки мечей эта карта может говорить все-таки о болезненных моментах в личной жизни о разочарованиях в партнерстве и том что кто-то вам делает больно из-за чего-то ваша душа может страдать но вы должны помнить о том что все что нас не убивает делает нас сильнее мы здесь видим не просто женщину которая плачет мы видим женщину которая играет на скрипке в некоторой степени то страдание которое вы можете испытывать однозначно может идти вам на пользу потому что вы понимаете в чем допустили ошибку что сделали не так эта карта говорит о том что в те моменты когда вам тяжело плохо переключите свое сознание на что-то прекрасное на музыку на искусство подумайте о себе полюбите себя и не пропускайте что-то слишком глубоко через свое сердце эта карта огромного восприятия карта огромной ранимости но я все-таки сюда возьму еще одну дополнительную карту для того чтобы немножечко прояснить ситуацию и мы видим карту старшего аркана звезд эта карта говорит о том что рано или поздно многое будет налаживаться эта карта судьбы эта карта кармы но в то же время это возможности скорее всего многие из вас сейчас проходят непростой путь многие из вас от чего-то устали кто-то в чем-то разочарован но эти две карты говорят о том что вы идете через тернии к звездам что вы должны что-то выстрадать чтобы в конечном итоге вашу жизнь вошло что-то прекрасно эта карта надежд возможностей ваших талантов и однозначно по этой карте вы еще будете развиваться и многие из вас могут своей судьбе что-то изменить поэтому не закрывайтесь в себе когда вам больно когда вам тяжело общайтесь с другими людьми эта карта может показывать общение и то что в вашем окружении будут люди которые вас будут всегда в чем-то поддерживать и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта девятки жезлов я так полагаю что вопрос не простой либо что-то по поводу этого вопроса вы пытались решить ранее уже решали не получалось чего-то ждали ждете и сейчас но я вижу что вы спокойно и уверенно чего-то ждете то есть по этой карте я вижу боевую готовность но в то же время внутреннее спокойствие эта карта дает ответ да но говорит о том что получить что-то вы можете только в борьбе или эта карта может показывать любые препятствия в отношении вашего вопроса и скорее всего вы даже знаете откуда идут вот эти самые препятствия и давайте посмотрим что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера как для женщин так и для мужчин три карты из арахула ленорман это дополнение карта ребенка карта вальта пик карта лисы это девятка треф и карта косы валет бубен три интересные карты но даже эти карты также сложные первая карта может говорить о том что вы чем-то увлечены к чему-то вы очень трепетно относитесь что-то вы пытаетесь возможно изучить понять во что-то вникнуть возможно вы пытаетесь что-то развить но посмотрите позади ребенка стоит хищная лисица и эти карты могут говорить о том что в вашем окружении есть скрытый враг человек который себя маскирует человек который может играть вами или вашими чувствами это к чему вы относитесь трепетнее всего то из-за чего вы переживаете больше всего тут как будто бы откуда-то исходит опасность но это определенно человек девятка треф может показывать амбиции связаны с карьерой с работой и если вы пытаетесь что-то изменить в основной работе за каждым вашим шагом кто-то наблюдает вашими идеями может воспользоваться кто-то другой эта карта говорит о том что рядом с вами действительно очень много лжи и не случайно в начале расклада я так много об этом говорила видите даже эти карты это подтверждают вот эта карта косы говорит о том что вы попытаетесь от себя отсечь вот эту самую ложь или вы поймете от кого исходит вот эта опасность и вот этих людей попытайтесь от себя отсечь а это говорит о том что возможны конфликты выяснения отношений в особенности будьте осторожны все те у кого есть новые денежные проекты здесь могут быть любые манипуляции с финансами вас кто-то действительно может водить в заблуждение у тех у кого есть дети то что-то не так либо с вашими детьми либо с их ближайшим окружением карты могут показывать любой рабочий деловой спор из-за денег любых финансов давайте возьмем дополнительную карту как совет для женщин это карта мужчины и она говорит о том что в этой сложной ситуации вам поможет разобраться мужчина если говорить о мужчинах то для вас выпала карта солнышко и она говорит о том что вы все-таки сможете обойти определенную опасность или разрешить сложную задачу потому что по солнышку это всегда возможности и если вопрос будет касаться финансового интереса то своего интереса вы не упустите это также и финансовые возможности и конечно же по этой карте вам важно проявить в чем-то свои амбиции также карта солнышко может показывать любые вопросы решающиеся в казенных домах но возможно кто-то исполняет свои обязательства недобросовестно и если у вас что-то зависло в казенных домах то стоит перепроверить что на данном этапе происходит уважаемые весы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация оказалась для вас важной и полезной подписывайтесь на мой канал все те кто еще не успел подписаться а я не прощаюсь с вами я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем удачи и до свидания а